Все в жизни случайно, и когда я оказалась в Орленке, выяснилось, что это как раз та дружина, в которой я была в свое время в детстве, лет в 10-11, туда попадает понятно, что особенные дети, которые или активно учатся, хорошо или отлично учатся, которые являются какими-нибудь активными участниками жизни школы. Я была вообще командиром дружины. Понимая, что в зале во время просмотра нашей картины «Ян плюс Янка» находятся дети особенные, талантливые, способные каким-то образом. Награжденные за активную учебу, за отличную учебу, за активную жизнь в школе или в спорте. Поэтому было волнение. И увидеть эту дружину, в которой был в детстве, это, конечно, такой особенный момент. Мне кажется, что все равно приведет судьба, потому что в моем, например, случае ничто не предвещало. Я была всю жизнь в спорте, достаточно серьезно им занималась, была уже мастером спорта и вообще мечтала быть учительной физкультуры или тренером. И никак, никакого отношения не имела ни к театру, ни моя семья, ни ничего не могло меня к этому соподвигнуть. И потом вот какая-то случайная встреча в обычной моей школе, кастинг-менеджер, раньше это называлось, помощник режиссера, меня увидела, нашла и привела на пробы. И все, и потом, если в классических ситуациях родители всегда против поступления в театральный, то в этом случае, вот в моем, мама меня привела туда просто за руку. Хотя, вот я говорю, ну, может быть, потому что я оказалась в кино, я травилась камерой, в хорошем смысле слова, уже побывав перед ней, невозможно отказаться от этого состояния чудесного. И потом, для того, чтобы быть профессиональным в этой области, мама вот просто отвела в институт. Поэтому, для кого-то это будет какая-то важная встреча, кто-то скажет какое-то важное слово для ребенка, кто-то совершит поступок на его глазах какой-то особенный. Это все, судьба приведет туда, куда нужно. Слушать тебя, видеть, как твой ребенок сам выражается, что он для этого делает. Начал ли он снимать мультики, начал ли он писать картины, или он особенным образом слушает музыку, или он особенным образом смотрит кино, или ему очень нравится в театре, или он зачитывается книгами. Конечно, должны родители помогать и прислушиваться, а вообще ребеночек сам покажет, чтобы ему было интересно. Само действие потрясающее. Меня впечатлили настолько ребята из Омска, из Ульяновска, какие-то великолепные совершенно танцоры, восхитительные. Немножко в этом понимая, я успела оценить, оно еще было прямо на носу, здорово сделано, что это было сделано в портере, не только на сцене. И вот это количество, массовость, я вообще не очень себе представляю, как работали режиссеры, хореографы, ставив это действие. Но вот Лариса сказала, что это было достаточно долго, и там, в общем, лежат их сердца, печень и почки в этой постановке. Вот, восхитительное шоу, роскошный зал, потрясающая совершенно идея, встретить ребят с Высоцким, мне очень нравится. Я не знаю, есть ли в программе какие-то особенные фильмы, возможно, там, лекции, да, может быть, рассказы, какие-то встречи с его друзьями. Вот, просто не знаю, есть ли это в программе. Ну, конечно, здорово, что с нашими талантливыми артистами, поэтами знакомят детей. И вообще за то, чтобы все было профессионально, после того, как маленький человек поймет, что он хочет, а родители его к этому сподвигнут, конечно, нужно обучаться. Есть самородки, которые без учебы чего-то достигают, но в любом случае мастерство и профессия – это набор штампов. И если ты ими не обладаешь, вот самими начальными какими-то вещами, то очень сложно становиться на ноги в профессии. Кто-то этим владеет от Бога, да, вот сразу, и у кого-то это вот так вот по щелчку и происходит. Но по большому счету, у каждому, мне кажется, необходимо обучение. В профессии необходимо вот именно знание, азы. Я в восторге от тусовки, простите мне жаргон, в восторге от того, как общаются здесь ребята, от того, что находят каждый вечер темы для общения. И это не только творчество, но это какие-то безумно интересные истории, жизни и рассказы. Я в восторге от того, с каким удовольствием наши дети бегут смотреть картины, да, и мультики, и то, что вечерами показываются отдельные достижения артистов, которые участвуют в этом, приехали в делегации. Желать, чтобы это жило максимально долго, максимально так же весело и здорово. Я новичок, это моя первая поездка сюда, узнала очень много из рассказов своих друзей и родственников, что здесь происходит. В общем, я поняла, что это на самом деле так. Долголетие желаю. Долголетие желаю Орленку, потому что это потрясающая вообще, в принципе, идея собрать детей способных, да, желающих. Это очень тоже редкая история сейчас. Они, в принципе, очень мало хотят. Показатель тому, начало показа нашей картины, Яна плюс Янка, ползала были в гаджетах, то есть там было достаточно темно, поэтому было видно, что светятся экраны. К седьмой минуте, причем я во мне взыграла, значит, собственничество, материнство и там все на свете, думаю, сейчас сделаю замечание, потом себя остановила и не стала этого делать. А через семь минут больше ничего не горело, ни одного гаджета. Причем я с одним начала говорить, чего-то выключила, я говорю, играй в футбол, так классно. Говорит, это вы здесь снимаетесь? Я говорю, да какая разница? Я говорю, не имеет значения. Я просто видела этот фильм, он клевый, но мне интереснее футбол. Я говорю, ну я об этом и говорю. Через семь минут этот ребенок уже тоже смотрел эту картину. Надо сказать, что мы в этот день по-другому ее сыграли. Это говорит о том, что дети хотят, желание есть, и что помимо гаджетов и того, что они могут получить, сидя на стуле дома, по щелчку с «допростите меня» с безжизненного экрана, именно игр, когда они видят живую эмоцию, энергию, аплодируют тому, что люди поцеловались, или что кто-то кого-то спас. А причем эмоции и самовыражение вот как раз включалось в те моменты, в которые я жала. Я специально осталась посмотреть этот фильм, увидеть реакцию детей. Это так здорово. Ребенок очень хорошо чувствует, что такое нехорошо, что такое плохо, зло и добро. И они какой-то возраст это еще сохраняют. Вот это очень важно, даже у них учиться можно этому. Потом они начинают манипулировать, научаются врать, политически выступать. Это чуть позже приходит, когда вот пуповина обрезается. А до этого нужно, можно прям даже ловить и учиться у малявок восприятию мира. И это такое счастье, что они смотрят кино, и такое счастье, что они бегут трогать, нюхать, в прямом смысле слова. Не общаться с вот этим вот безбушным экраном. Так, чтобы было долго. Вот этого я желаю. Редактор субтитров А.Семкин